35 лет занимаюсь пчелами и 34 года зимой в горах Краснодарского края. В зиму в Краснодарском крае подразумеваем раннее развитие семей, привоз их домой, развитие их перед акацией, брать майский мёд акацией, который самый востребован. Как это происходит? Мы предварительно звоним на определенный день, договариваемся, когда приедем. Хозяйка, она договаривается с ребятами, которые нам разгрузят улья. Возим в мулья, мы насыпаем. Почему? Потому что это проще и легче. Машины своей нет и не было никогда у меня. Оттянуть два прицепа или один прицеп нагруженный, иметь свою машину, страховки и все остальное. И тем более я далеко не качу, и поэтому машина мне не нужна грузовая. Возим насыпом. Договорились на определенный день, когда прохладно, не так жарко. Здесь, как правило, у нас ночью уже заморозок, днем 3-4 градуса тепла. Пчелы, как говорится, плотно посажены на мед, сидят хорошо. Дабы не запарить, везем уже по холоду. Там, конечно, теплее, но все это происходит быстро, оперативно. Расплода нет, температура уже улья не 35 градусов, а градусов где-то 20-25, поэтому запаривания пчел в сторону Краснодарского края не было никогда. В основном, если проходит запаривание, это весной. Все, договорились с водителем. Водитель приезжает в определенное время. Если мы, например, 2-3 хозяина, то грузим, начинаем с 11-12 дня, чтобы в 2-3 местах порузить улья. Покупаем мы рубероид по рулонам, чтобы укрыть. Мои ДВПшные, да и деревянные улики надо, потому что дожди идут там часто, сыро, чтобы они не размокали. Мы покупаем по новому рулону рубероидом. А старый рубероид у нас лежит там в котполе, который закрываем сзади. Машина приехала, мы погрузили, все приготовили. Еще берем с собой мед во флягах. Фляга меда отдается за 30 ульев восьмирамочных. Почему так? Потому что так сформировалось. Их становится 30 штук в ряд. Это было сделано еще по одному, так сказать, практически методу, что рулон рубероида 15-метровый как раз закрывал полностью ряд восьмирамочных уликов 30 штук. Все. Погрузили машину, затарили, машина ушла. Газели ехать втроем неудобно, но если вдвоем, то можно. Мы, как правило, садимся на легковой автомобиль на следующий день, утром рано, часов в пять. Дороги туда ходу где-то 6,5-7 часов на легковой машине. Где-то в 12, пол первого мы уже там. Водитель с документами, пчеловодческим паспортом, ветеринарным свидетельством формы 2, с документами едет сам. Мы ему не мешаем, он нам не мешает. Мы, как правило, всегда приезжаем раньше. Он приезжает где-то в час, пол второго. В это время уже ребята там стоят, готовые разгрузить автомобиль. Все, улья разгружены и установлены на подставки металлические, которые вы также можете увидеть на видео, на зимовку, и уголки. Пока ребята носят и разгружают улья с машины, я или кто там, чьи первые там были погружены, их предвигаем, комплектуем и развязываем транспортировочные ремни с транспортерной лентой, дабе ослабить, чтобы они не были полгода в напряженном состоянии. Ослабляясь, так же они стоят, лежат наверху, просто расслаблены на состоянии. Поставили 30 штук, я приготовлю рулоны обероида и начинаю раскатывать. И закрывать потихоньку, это нетрудно. Рулоны в рулонах, раскатываешь, сзади прикатываешь, так же увидите, и сверху второй рулон до литков, чтобы улья были спереди и до задних стенок были все укрыты от дождя. Пчелы стоят у нас, запомните, литками на север. Почему? Дабы не провоцировать в зимние, холодные дни и солнечные на Кавказе на вылет пчел. Потому что пчелы, солнце пригрело, пчелы вылетели и застыли, и погибли на холодной земле. Прогреется общая обстановка, температура в природе, пусть тогда летят. Время там облететься в них есть, теплых дней много, поэтому, еще раз повторяю, литками пчелы у нас стоят четко на север. Мы начали, так сказать, завязали вискозным стуром по периметру рубероид рулон, чтобы он не разбалтывался и не трепыхался. Завязали улья. Это где-то по времени, ну, где-то около полчетвертого, четыре часа вечера. Все, улья установлены, рубероид постелен, они закрыты, закутаны. Мы в это время идем покушать, если машина не пришла раньше, мы кушаем или в дороге перед тем, чтобы и время не отнимать здесь уже, или после того, как укомплектовали улья. Где-то покушали там 20-30-40 минут, посидели, отдохнули, остается время открыть литки. Пчелы немножко подуспокоились, открываем литки, меняем, как вы видите, на нижние литки с отверстиями, чтобы мышь не пролезла, и верхние, круглые, чтобы 2-3 пчелы пролетели. Приезжаем мы туда в начале марта, в конце февраля, тогда литки открываются уже полностью, и пчелы работают нормально. И поехали домой. 6-7 часов, где-то в 12 час ночи мы возвращаемся домой. Теперь финансовая сторона вопроса. Газель стоит где-то от 16 до 18 тысяч. Газель, кажется, входит в 60 уликов, 2-3 фляги меда, рубероиды, рулон, в общем, улик весит где-то 37-40 килограмм, полнометный, восьмирамочный, укомплектованный. Это где-то 2-300-2-400 вес нашего хозяйства пчел, 60 семей. Трех, восьмирамочных, 3 ряда, все это рассчитано уже, все это делается, так сказать, знакомо. 18 тысяч газель на 60 уликов. Погрузка здесь, вы видите, тут у меня гараж, я ношу через гараж, отдаю ребятам, ну, тысячу-две погрузить, и также там мы отдаем тысячу-две, две две столицы за оставшиеся семьи, там их 60, ну, я просто хочу сказать, что две тысячи, если здесь 60 погрузить, две тысячи, там это 4. Вот 18 и 4 тысячи, это 22 тысячи 67, плюс ветеринарное свидетельство с этими, с анализами, ну, пусть там 400-600 рублей, плюс ветеринарка весной, ну, пусть две тысячи для того, чтобы иметь всякие документы. Вот 4, 18-22, еще 4, это 26 тысяч стоят вот эти, или так сказать. Два рулора, рубероида, это по 400 рублей, ну, пусть тысяча, это 27 тысяч рублей. И автомобиль легковой. Бензин, мы раскидываем на двух, на трех, или на одного, в зависимости, ну, это 5 тысяч рублей. В общем, где-то 30-31 тысяча, со всеми, в общем-то, накладками, накрутками, обходится транспортировка пчел в горячий ключ. 60 тысяч обходится транспортировка пчел туда и обратно, 60 семей, газели. И сидят они до 1-го апреля, меда им хватает. Как говорится, если 4 рамки, 4 рамки меда, привозят 4 рамки печатного расплода. Меда хватает, потому что уже 1-го марта, 15-го марта, саду они понесли немножко метку. То есть меда там хватает. Мы ездим туда, где-то в конце февраля, в начале марта, проверить маток. Если матки не пропали, вот такая вот транспортировка пчел на зимовку в Краснодарский край. Если, кажется, стараться зимовать здесь, то пчел надо оставлять силой не менее 6-7 улочек. У нас здесь в Ростовской области, в Лагоградской области, в нашем регионе, 6-7 рамок плодно-обсиженной пчелы, тогда эти семьи перезимуют отлично и, в общем-то, на акации могут принести мед. Слабее семьи, они только на акации развиваются и, может быть, в середине разнотравия, к концу июня, могут набрать хорошую силу для приноса нектара. Но акация уже закончилась, акация самый дорогой мед, поэтому пчел надо здесь комплектовать мощными и сильными. Пчел на кавказ можно возвить на трех-четырех улочках, на улочках плотно-обсиженных. Эти трех-четырех-обсиженные улочки вы видели, мы покупали в Джугве, трехрамочные пакеты, они на акации вышли на три корпуса и уже в конце акации им стоявался четвертый. Если бы еще взяток было, четвертый корпус мы полностью нанесли. они приносят от 25 до 50 килограмм меда в зависимости от погоды. Вот эти, как говорится, их называют живодристиками, трех-четырехрамочные семей. Ну вот, как говорится, экономическая и техническая часть транспортировки пчел в Краснодарский край. Ну вот, все, кому надо, пользуйтесь. Спасибо. Продолжение следует...